Всем привет! Новости из США Игоря Азенберга читает Юрий Рашкин. Пишите, откуда вы смотрите и слушайте нас. Ну а мы начинаем. Воскресенье, 20 февраля 2022 года. Breaking News. Официальное сообщение пресс-службы Белого дома. Цитата. 20 февраля 2022 года. Как неоднократно давал понять президент, мы намерены придерживаться дипломатического курса до момента начала вторжения. Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Лавров должны встретиться в конце этой недели в Европе, при условии, что Россия не начнет военные действия. Президент Байден в принципе согласился на встречу с президентом Путиным. После этой встречи, опять же, если не произойдет вторжение, мы всегда готовы к дипломатии. Мы также готовы к быстрым и суровым последствиям для России, если Россия вместо этого выберет войну. А в настоящее время Россия, похоже, продолжает подготовку к полномасштабному нападению на Украину в самое ближайшее время. Конец цитаты. Маленький комментарий. Это сообщение говорит только об одном. Джо Байден и его администрация делают все возможное, чтобы предотвратить развязывание России большой войны. И будут продолжать это делать, пока это возможно. Вероятно, есть много диванных стратегов, которые ждут от США каких-то действий, а не разговоров. Что такое действие, они не объясняют. Диванные стратеги, однако, не видят дальше, чем позволяют размеры комнаты, в которой стоит их диван. Государственные деятели отличаются не только от подобных стратегов, но даже от обычных политиков, тем, что умеют ставить правильные цели и искать правильные средства для их достижения. Совершенно очевидно, что целью Джо Байдена и его администрации является в данный момент предотвращение широкомасштабной войны, которая может оказаться самой разрушительной после Второй мировой войны, перерасти в Третью мировую войну. И угроза такой войны сегодня как никогда очень высока. И президент, и его администрации делают и будут делать для этого все возможное. Президент Байден провел в воскресенье в Белом доме заседание Совета национальной безопасности, которое продолжалось в течение более чем двух часов и было полностью посвящено угрозе развязывания России большой войны против Украины. Пресс-служба Белого дома распространила короткое сообщение о заседании. «Сегодня президент Джозеф Р. Байден созвал заседание Совета национальной безопасности для обсуждения последних событий, касающихся наращивания военной мощи России на границах Украины». Конец цитаты. Как сообщают телеканалы CNN и MSNBC, из фотографий заседания СНБ, проходившего в ситуационной комнате в Белом доме, распространенной пресс-службой, видно, что в нем участвовали государственный секретарь Тони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли, советник по национальной безопасности Джейк Салливан, директор ЦРУ Уильям Бернс и министр финансов Джанет Йеллен. Вице-президент Камела Харрис участвовала в заседании удаленно из самолета, возвращаясь в Вашингтон из Мюнхена. Президент Байден также говорил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Пресс-служба Белого дома сообщает, что они, цитата, «обсудили текущие дипломатические усилия по сдерживанию в ответ на наращивание России военной мощи на границах Украины», конец цитаты. Телеканалы CNN и MSNBC со ссылкой на два неназванных официальных источников администрации и так называемые другие источники сообщили вечером в воскресенье, что США располагают разведданными, свидетельствующими о том, что российскому командованию на местах были направлены приказы о готовности к нападению на Украину. Информация о приказах военным командирам на местах и оперативникам разведки является одним из нескольких показателей, за которыми следят США, чтобы оценить, вступила ли российская подготовка к потенциальному вторжению в завершающую стадию. Как сообщает CNN, по словам некоторых источников, другие индикаторы, такие как включение глушения коммуникаций и широкомасштабные кибератаки, пока не наблюдаются. Источники предупредили, что такого рода приказы всегда могут быть отозваны и что они также могут быть намеренно распространяемой дезинформацией, призванной ввести в заблуждение США и их союзников. Государственный секретарь Тони Блинкен дал в воскресенье отдельное интервью воскресным утренним еженедельным аналитическим программам каналов CNN, NBC и CBS. Вот некоторые из его ответов на вопросы. Вопрос. «Является ли для вас заявление России о продолжении военных учений в Белоруссии знаком тревоги по поводу того, произойдет ли вторжение?» Тони Блинкен. Цитата. «Да, так оно и есть. Это говорит нам о том, что программа действий, которую мы изложили, я изложил в Совете Безопасности ООН на прошлой неделе, о том, что Россия пытается создать серию провокаций в качестве оправдания агрессии против Украины, продолжается. Мы видели это в последние несколько дней. Теперь они оправдывают продолжение на неопределенный срок учений, так называемых «учений», которые, по их словам, должны были закончиться сейчас. Ситуации на востоке Украины. Ситуации, которую они создали, продолжая нагнетать напряженность». Конец цитаты. «План вторжения России уже запущен?» Конец цитаты. Тони Блинкен. «Как мы уже говорили, все, что предшествует фактическому вторжению, уже происходит. Все эти операции под ложным флагом, все эти провокации для создания оправданий, все это уже происходит. И вы слышали, как президент Байден сказал прошлым вечером, «Мы считаем, что президент Путин принял решение». «Но пока танки не движутся, а самолеты не летят, мы будем использовать каждую возможность и каждую минуту, чтобы посмотреть, сможет ли дипломатия удержать президента Путина от этого». Конец цитаты. Вопрос. Президент Украины Зеленский призвал США ввести санкции сейчас. Каков ваш ответ? Ответ. Цитата. «Мы находимся в очень тесном контакте с президентом Зеленским и всей его командой. Вице-президент встретился с ним в Мюнхене. У них была очень хорошая встреча, в ходе которой вице-президент подтвердила всю поддержку, которую мы оказываем Украине на протяжении многих месяцев. В том числе, только за последний год мы оказали больше поддержки оборонительным летальным военным воорудованием, чем за все предыдущие годы. Экономическая поддержка. Всего неделю назад я объявил о предоставлении Украине кредитной гарантии на миллиард долларов. И мы призвали других союзников сделать то же самое». Что касается санкций, то мы вместе с европейскими партнерами и союзниками создали массивный пакет санкций. Страны G7 в Мюнхене собрались вместе и подтвердили, что для России наступят масштабные последствия, если она продолжит эту агрессию. Цель, угрозы, санкции в первую очередь состоит в том, чтобы попытаться удержать Россию от вступления в войну. Как только вы их вводите, это сдерживающее средство исчезает. И до последней минуты, пока мы можем попытаться придать этому сдерживающий эффект, мы будем пытаться это делать. Что касается подробного изложения того, какими будут санкции, то есть две вещи. Во-первых, Россия, как правило, имеет довольно хорошее представление о том, что мы собираемся делать. Но мы не хотим заранее излагать конкретные детали, потому что это позволит России попытаться спланировать, как им противодействовать. У нас есть очень четкий план, и G7 не могла быть более конкретной. «Массивный пакет мер, который будет быстро реализовываться синхронно Соединенными Штатами, Европой и другими странами за пределами Европы». Конец цитаты. Вопрос. Как вы думаете, Путин, похоже, не воспринимает эти угрозы всерьез? Тони Блинкин, цитата. «Одна из проблем, с которой мы сталкиваемся, я думаю, заключается в том, что мы все ставим то, что делает президент Путин, в свои собственные логические рамки, которые могут не совпадать с его логикой. Трудно поставить себя на место другого человека, когда у него есть десятилетия накопленных им, так сказать, обид. У него, я думаю, есть убеждение, что Украина никоим образом не может быть ориентирована на Запад, что она не может быть успешной демократией на его границах. И в этом, по сути, все дело. Он хочет воссоздать, если не Советскую империю, то хотя бы сферу влияния, а если нет, то хотя бы финляндизировать своих соседей. Таким образом, наша логика совсем другая, потому что мы видим, как президент Путин ускоряет все то, что, по его словам, он хочет предотвратить. Он отдалил украинский народ от России. Он фактически заставил НАТО укрепиться. И мы будем продолжать это делать, особенно если агрессия действительно продолжится. И НАТО сейчас ближе к границам России, чем раньше. И поэтому, с точки зрения того, что, как нам кажется, логически является его интересами, его действие, все, что он делает, идет вразрез с ними. Но у него, очевидно, может быть своя собственная логика. Конец цитаты. В комментариях ряда членов Конгресса, нескольких членов комитетов Палаты представителей по вооруженным силам разведки и международным отношениям, звучавшим в воскресенье по телевидению, было сказано, что пакет разработанных санкций, которые будут введены в случае начала широкомасштабной агрессии, включает запрет на покупку у России энергоносителей. Надо заметить, что санкции вводятся не законодательной, а исполнительной властью. Но, с другой стороны, сказано, видимо, было не случайно. Отвечая перед отлетом из Мюнхена в Вашингтон на вопрос о том, считает ли США, что угроза жестких санкций может удержать Путина от развязывания большой войны, вице-президент Харрис сказала, цитата, «Мы твердо убеждены и помним о том, что санкции являются продуктом не только нашей точки зрения, как Соединенных Штатов, но и общей точки зрения наших союзников. И отношения между союзниками таковы, что мы все согласны в том, что эффект сдерживания этих санкций по-прежнему значим, особенно потому, что мы по-прежнему искренне надеемся, что для выхода из этой ситуации есть дипломатический путь. И в контексте того, что это окно все еще открыто, хотя оно абсолютно сужается, но в контексте того, что дипломатический путь все еще открыт, «эффект сдерживания, мы считаем, имеет смысл». Конец цитаты. Посольство США в России предупредило американцев, находящихся в Москве, в Санкт-Петербурге и вблизи границы с Украиной, о возможных провокациях, например, о возможных взрывах, которые могут произойти в публичных местах, в торговых центрах или в метро, с целью обвинить в их организации Украину в качестве повода для войны. В воскресенье во многих городах США прошли марши и демонстрации в поддержку Украины, в том числе состоялась демонстрация в Вашингтоне. Демонстранты пришли к Белому дому. Спасибо всем, кто просмотрел и прослушал. Берегите себя и своих близких. Берегите друг друга. Помогайте друг другу. Здоровье всем. Зло будет остановлено. И добро победит. Иначе быть не может. Ну и как всегда, пишите, откуда вы смотрите и слушаете новости из США. Жмите лайки, обязательно подписывайтесь и ставьте это видео в ваших соцсетях. Спасибо всем, кто уже это делает. И, конечно, спасибо всем, кто поддерживает Рашкин репорт на Патреоне. Вы помогаете другим, и, значит, вы мои герои. Для тех, кто следит за программами на канале Рашкин репорт. Небольшой анонс. В понедельник, 21 февраля, в начале в 20.00 по Москве смотрите третий стрим этого года программы «Северный пояс» с моими гостями, музыкальными и не только, журналистами Артемием Троицким, Эстония и Евгением Бычковым, Канада. Сам я, как вы, возможно, знаете, нахожусь в штате Висконсин, США. Вот вам и Северный полюс. «Северный пояс». А затем в 21.00 по Нью-Йорку подключайтесь к нам в прямом эфире для следующего выпуска программы «Понедельники», которую я веду с Дмитрием Абрамсоном. На этом стриме США сказали, что Путин дал приказ о наступлении. Дима и я обсудим, как ситуация будет выглядеть на момент нашего прямого эфира. Подключайтесь, друзья, пока еще интернет не вырубили. Вы смотрите Рашкин репорт. Новости из США Игоря Эзенберга читал Юрий Рашкин.